ГТО всем. В правительстве региона обсудили итоги второго этапа внедрения Всероссийского спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». В 2014 году президент подписал указ о возвращении системы ГТО, и правительством России был утверден соответствующий план мероприятий. В регионе также началась работа по созданию условий для занятий спортом и привлечению жителей области к выполнению норматива ГТО. И по прошествии трех лет можно смело подводить итоги проделанной работы. В 2016 году по решению Минспорта Ивановская область стала одним из пилотных регионов, где начали реализацию внедрения комплекса ГТО. Второй этап предусматривает, что выполнить нормативы могут все категории населения, независимо от возраста. Однако активно участвуют пока только молодые люди. Именно школьники принимают наиболее активное участие в реализации комплекса. Их стремление обусловлено тем, что получение золотого знака позволяет получить дополнительные баллы, тем самым иметь определенные преференции при поступлении в высшие учебные заведения. Сейчас на официальном сайте ГТО зарегистрировались 42 тысячи ивановцев. Больше 16 из них приступили к испытаниям в официальном зачете. Больше 2,5 тысяч человек выполнили нормативы на знаки отличия. Однако по сравнению с другими регионами и пилотными площадками наша область отстает. Сейчас она на 23 месте по количеству зарегистрированных. На сегодняшний день недостаточная информационная работа ведется с населением. Работу следует усилить, провести работу в высших учебных заведениях, в среднеспециальных учебных заведениях и также посетить крупные предприятия. Перед нами стоит задача, чтобы к концу 2017 года число зарегистрированных в системе ГТО соответствовало 50-процентному показателю. Сейчас этот показатель не достигает и 20%. Специалисты признаются, работа предстоит сложная. В целом на сегодняшний день в регионе работают 29 центров тестирования, в которых спортсмены могут выполнить нормативы комплекса. Этого количества, считают в правительстве региона, недостаточно. В 2017 году планируется открыть два центра тестирования на базах высших учебных заведений Ивановской области, на базах Ивановского государственного университета и на базе Академии Государственной противопожарной службы МЧС России. На сегодняшний день все необходимые документы подготовлены и направлены на рассмотрение в Министерство спорта Российской Федерации. Губернатор Павел Коньков предложил проработать возможность более широкого использования имеющихся спортивных объектов, в том числе площадок во дворах и школьных залов. Соответствующее поручение дано региональному департаменту молодежной политики и спорта и департаменту образования. Мария Попова, Денис Денисов, РТВ Иваново.